Всем огромный привет! Меня зовут Светлана, и я рада вас видеть на своем YouTube-канале. По названию ролика вы смогли понять, что сегодня речь пойдет о вещах, которые я купила в магазине Second Hand, всего лишь за 3 доллара. Вес этих вещей составил целых 4 килограмма, и в принципе я предлагаю вам запастись какими-то вкусными напитками, вкусной едой и продолжать смотреть это видео. У меня часто на канале выходят видео подобного формата, поэтому не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, мне безумно приятно, когда вижу много лайков, я сразу радуюсь и понимаю, что моя работа в жару в какие-то, знаете, маленькие промежутки времени, потому что бывает такое, что есть какая-то работа, у меня частный дом, я имею какую-то бытовую работу и основную работу, и у меня бывает такое, что совершенно нет времени, но я по ночам снимаю, и мне приятно, что вы это цените, когда вы пишете в комментариях, девочки, мальчики, когда вы пишете в комментариях, спасибо, ты постаралась на это видео, вышло очень крутое видео, мне безумно приятно, я отвечаю вам, если не отвечаю, просто, знаете, потому что бывает такое, что проходит там месяц, год, и вы мне пишете классное видео, я просто физически не вижу, где вы это написали, просто себе так на заметочку, мне очень приятно. Наверняка у тех, кто случайно заглянул на это видео, первый вопрос, какие шикарные волосы, я шучу, основной вопрос, зачем ты покупаешь одежду в магазине Second Hand, зачем тебе столько, зачем тебе такие масштабы, ты что себе не можешь купить одежду там в торговых центрах, на Алиэкспресс и так далее, там на рынках, я не знаю, где можно хорошенько так затариться сегодня. Все дело в том, в том отвечаю, что я могу купить, заказать любые вещи, и ну как-то, не знаю, любые, вы знаете, я мечтаю об одной сумочке, но это очень-очень дорого, и о том, что все вещи, которые вы видите, там, например, я купила там 4 килограмма одежды, 5-6, это те вещи выборочно, которые мне нужны. Конечно, у меня, как и у любой девочки, есть база вещей, то есть те вещи, которые я ношу в повседневной жизни, есть у меня вещи на выход, и определенное место в моем гардеробе занимают пиджаки. Это тот элемент гардероба, который я очень люблю, я их люблю находить в магазине Second Hand, вы часто видите мои выпуски Богини Шоппинга, кто не видел Богини Шоппинга для бедных, это мое шоу на канале, я там, в принципе, показываю очень часто все составляющие своего гардероба, а в таком походе, когда я покупаю выборочно какие-то вещи, я их называю расходники, вот знаете, как мастера ногтевого сервиса, они имеют какие-то пилочки одноразовые, бафы или буфы, вот как-то так, у них такие расходники, у меня же расходники в одежде. Все дело в том, что давайте я начну вам показывать и буду рассказывать. Кстати, это самое видео с покупочками появится вот здесь в подсказочке. Итак, первая вещь, это такой верх от пижамы с самым милейшим, просто вот осликом в шапочке и винни-пухом, это такая новогодняя серия, есть стяжинки и они, скорее всего, обмениваются подарочками. Это достаточно теплый верх от купальника, понимаете, я только что заплыва вверх от теплой пижамы, такая мигусенькая, это Disney по составу. Сейчас я вам скажу, смотрите, ну внутренняя сторона вся из хлопка, а внешняя, там где есть рисунок, это полиэстер. В том видео, на которое я часто буду сегодня ссылаться, то есть предыдущее видео с самими поисками, я говорила, что хотела бы найти брюки, то есть низ от этой пижамы, но, к сожалению, мне этого не удалось сделать. И что интересного, это белоснежное состояние абсолютно у нее новое и строчка голубого цвета. Есть, конечно, один плюс того, что я не нашла низ от этой пижамы, я нашла зато такие пижамные брюки от бренда Calvin Klein, очень интересный принт, такого рыжего кирпичного цвета, это пижама, должна была быть, у меня только низ, ну, знаете, такой не комплект. Это все мои расходники, потому что пижама является таким, знаете, основным элементом моей домашней одежды, я очень люблю пижамы, если вы тоже любите пижамы, поставьте лайк, это такая из тонкого хлопка, тот верх достаточно и к плотному комплекту относится, я подберу сюда низ, а сюда какой-нибудь топ, и мне кажется, будет комфортно. Есть люди, которые достаточно брезгливы к таким элементам одежды и не хотят покупать вещи, в которых можно там спать, пижамы, они считают это действительно интимной такой темой, как и белье, в принципе. Если вы тоже так думаете, то это ваше мнение, и оно имеет право на существование. Конечно же, я никогда не говорю, нужно покупать, как это так, почему вы брезгли бы, нет, я абсолютно понимаю, это мои часто подписчики не понимают, или зрители, которые случайно заходят, они осуждают меня за такие мои находки, но, честно, мне нравится, и, повторюсь, для меня это больше расходник, потому что как-то у меня долго такие вещи не живут, я не считаю нужным переплачивать за них. Следующие это брюки цвета хаки, 100% вискоза, это такой, знаете, английский масс-маркет F&F, в принципе, сейчас многие блогеры, я просто смотрю как бы зарубежных блогеров, они любят эту фирму, этот бренд, и им часто нам присылают на обзоры, и я очень похожие брюки тоже за высшей талии, тоже вот здесь таким пояском с роговыми пуговицами видела недавно в обзоре одного блогера. Мне кажется, что это такие современные коллекции, я сделаю для вас примерку, я думала их оставить себе, но у меня есть от H&M точно такие же, я их чаще всего надеваю конкретно в лес, они такого цвета хаки, или я там в Карпаты ездила, ты знаете, такая у меня тематическая одежда в повседневной жизни, я редко использую цвет хаки. Я думаю, я их выставлю в свой магазин, в богине шопинга, подписывайтесь, там будет очень много классных вещей, обновления только после того, когда я его выгружу. Сейчас, честно вам признаюсь, дорогие мои зрители, такое настроение летнее, очень расслабленное. После отпуска, кто не видел, вот мы летали в Египет, отдохнули немножко, я прилетела и была полна сил и энергии, и моей энергии хватило ровно на две недели работы. Потом я уже, знаете, стала выдыхаться и больше хотеть мне, ну, стало какого-то отдыха, там, пикник, прогулка, я стала много гулять и мне стало приносить это огромное удовольствие весной, я как-то, ну, так прогулка, а, ну, ладно, лето мне очень понравилось. Так что эти брючки отправятся в магазин и также в магазин тоже отправится эта блуза. В принципе, я уже в самом видео говорила, что я ее обязательно куплю, я ее прям, прям стилистически, ну, не могу просто описать, видела с черными брюками, классическими у меня есть от Calvin Klein, они войдут в осеннюю капсулу в том же самом магазине богиня шопинга. Мне кажется, это объемная блуза с таким рукавом, вот такая стоечка классная, и она достаточно хорошо держит форму, то есть она такая объемненькая, есть пуговицы сзади, красивый принт, это такой правильный красный и черный горошек, он объемный и рельефный, видите, сам принт. Классно смотрится, мне кажется, осенью очень круто будет сочетать, как и в повседневных образах, можно добавить классные аксессуары, например, золотую цепь, золотые какие-нибудь украшения, все, как я люблю, браслеты, можно добавить какое-нибудь колье, потому что очень вот здесь все так простенько, можно сделать его более интересным, и это уже будет такой вечерний вариант, тоже добавить юбку-карандаш, лодочки, я, кстати, немного по-строгому уже пошла. Вы знаете, дорогие мои зрители, за сумму в 3 доллара, мне кажется, у меня вышли классные покупки, но есть одно новое в этих покупках, так как я стараюсь быть с вами максимально честной и открытой в плане покупок, вот что мне нравится, что мне не нравится, точно так же и стилистически, я нашла вот такой топ, он на пуговичках брендированный, это Fred Perry, на мне будет уже лучше, здесь такое лого, вообще-то же все этикетки в целости и сохранности. Это трикотажный топ, он из хлопка, сейчас такие актуальные, но вот знаете, я когда уже домой пришла, мне он перестал нравиться. Конечно, смотрите, если учесть, сейчас еще вещи вам некоторые покажу в своей покупке, его цена, ну, не могу даже вам сказать, гривны 2, это мало, и я думаю, ну ладно, все, я уже купила, ну, скорее всего, 90%, что я его носить не буду. Сейчас многие люди отправятся в магазин Second Hand по некоторым причинам, чтобы купить и перепродать, для того, чтобы найти стилистически нужную вещь, которая идеально подчеркнет ваш стиль, дополнит ваш гардероб, нужные вещи, за которые не хочется переплачивать, сюда же я включаю и экономию. Мой поход в магазин Second Hand, так как я этим занимаюсь, он больше рассчитан на то, чтобы найти уникальную вещь, я очень сильно люблю винтаж, и для того, чтобы найти те вещи, которых действительно не хватает в гардеробе. И у меня, как и у любого человека, такое бывает, что я купила, но мне это не нужно, там не подошло и так далее. Мне интересно, вот поделитесь, пожалуйста, в вашей истории, когда вы купили вещь, она вам не подошла, и бывает ли у вас такое, что вы приходите и просто разочарованы этой вещью, бывает такое, что прям такое очарование вещи происходит, а бывает наоборот. У меня, например, очарование вещью вышло с этой челмой, она очень красивого цвета фуксии и хорошо сочетается с голубой моей блузой. Я такие видела, в масс-маркете их очень много, цены стартуют от 10 долларов, моя же, ну, не знаю, практически вообще ничего, ну, вообще она такая невесомая очень, вот уже даже бозон такой же по тяжести, как эта челма. Очень классно, стилистически хочу сочетать с несколькими образами, уже подбирала в свой гардероб, как бы я хотела ее использовать. И вопрос к вам, мои зрители, напишите, пожалуйста, хотели бы вы, например, три образа от меня летнего гардероба, я могу составить в миксе вещей из магазина Second Hand, каких-то масс-маркет, моих старых находок, в общем, вот такой винегрет сделать и показать, в чем я хожу в повседневной жизни и какие образы я создаю для себя. Одними из самых тяжелых по весу покупок, ну, там, вот этот верх, пижамы, красная блуза, они самые тяжелые, и следующие это шапки, да, я купила две шапки, вот такую со снежинками и такую черную с вот розовыми, ярко-розовыми надписями. Давайте с этой начнем, я собираюсь вот отрезать аккуратненько ножницами ниточку, чтобы отпороть эту надпись, немножко привести в порядок вот эти полупончики, помпончики, обрезать и придать им форму. Думаю, таких лайфхаков очень много в пространстве, в просторах интернета. Можно посмотреть и приведу в порядок. Кадышков нет, состояние у нее просто идеальное. Ну, вы знаете, как они транспортируются, поэтому все ясно, нужно привести в порядок. Так это две акриловых шапки. Мне акрил очень подходит в качестве вот головного убора. Все дело в том, что он не колючий и мне как бы комфортно в нем. Это масс-маркет, это атмосфера. Сделана в Китае, в принципе, мне больше для того, чтобы разнообразить свой образ, потому что вот, например, в этой со снежинками сразу хочется куда-нибудь на лыжи посмотреть красивые пейзажи, горные, снежные. И вот такая шапочка будет дополнение. Напоследок, ми-ми-ми от меня, я купила такие рожки из фетра. Они достаточно такие тяжелые, объемные, массивные. Здесь металлические такие штыречки, палочки и вот такой ободок. Это украшение его сделали вручную. Я думала, что это какой-нибудь масс-маркет, пошло дело по этикеткам, но обнаружила, что здесь шов на самом фетре, это кто-то делал вручную. Предполагаю, что это или для детей, или для собак. Я буду использовать для дукалиста вам кадры здесь. Надеюсь, вы помилуетесь. Летом он не хотел, он сразу почувствовал, знаете, что-то не то. Когда мама на него посмотрела, то есть я ей сказала, будет Новый год. Все, на этой ми-ми-мишной ноте я заканчиваю свои покупки. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на богиню шопинга, подписывайтесь на этот канал. Мы с вами встретимся уже скоро.